Это из разряда... Это сродни той темы, когда родители против, когда, там, скажем, они повинятели мне профессию на актерскую. Не знаю, но если вы учитесь на юриста, ну уже закончите с этим. Как бы закончите это образование. Че, зря деньги за вас родители платят или, скажем, зря вы время потратили, которые уже уделили этому. Если вы учитесь, чтобы просто от армии отказать, и тут вдруг неожиданно вы летом поступаете в театральный вуз, то это уже вам решение принимать. Если вы хотите быть актером, то надо понять, да, если это серьезно, и вы хотите актером, прям актером, целителем человеческих душ, нести светлое в массы, то надо, ну не то, чтобы раньше было думать, а хорошо, если это вы понимаете, принимаете этот путь, такой, знаете, путь Иисуса Христа, то идите в ГИТИСы, в ГИК, Щепка, Щука, МХАТ, поступайте туда, за границу, Ельц, Кембридж, не знаю. Ну, в общем, серьезно относитесь к этому. А если вы чувствуете, что вы в компании, весельчак, что вам все говорят, слушай, Леш, а почему у тебя актером не попробовать быть? Тогда, или, скажем бы, всегда там в каких-то самодеятельностях принимаете участие, ну да, просто пойдите, либо откроете свою, какой-то, знаете, любительский театр, и с друзьями собираетесь, текст раскидываете, на ногах ходите там, друкуйте, либо запишитесь в какой-то там курс актерского мастерства, ну просто хотя бы покуражьтесь. Мне так нравится, когда я говорю, вот за съемочный день актеры получают 5, 10, 20 тысяч рублей, и те, кто, знаете, никакого отношения к актерской профессии не имеют, говорят, слушай, а если там будет, там, боксер мне говорил, там, строитель, они мне говорят, слушай, если там будут роли, ты мне сразу говори, приглашай, я поеду с радостью, вообще с радостью. Хотя, когда я сказал, типа, вот бокс будет, я хочу участвовать в этом соревновании, ну там, любительский, он мне говорил, ты пока не готов, тебя там убьют. Интересно получается. Значит, я, как, значит, в актерскую профессию, так, пожалуйста, буду, значит, этот, звони. Мы снимали какую-то там историю, такой, со стрельбой, все, в квартире, и там, значит, человеку из массовки, таджика, ему не сказали, что, значит, его так будут сильно использовать, опрос сказали, ну, типа, там, из массовки, короче, говорю, ему, значит, надели жилет, на нем взрываются насадки, ну, типа, стреляют в него, бум-бум, он должен вот так вот по стене, и вот так вот, вот так вот скатиться, но он вот так вот ему стреляет, он, бум, и вот так замирает, ему режиссер говорит, ну, скатись-то, вы, тату, и скатись, вот так, типа, расслаблен туда. Он опять, бум, замирает, режиссер уже, оператор, там, кто-то говорит из съемочной группы, давайте я в него настоящими пулями стрельну уже, на что этот, таджик, который молчал целый съемочный день, он говорит, стреляй, стреляй. Он говорит, мне сказала начальник, что мне час один, а вы мне целый день. Потом он с гениальной фразой сказал, я устал. Так что я хочу сказать так же, как тот боксер, который сказал мне, тебя убьют. Вы должны понимать, что актерская профессия не выучить текст и пойти подурачиться на камеру, как многие считают, кто в массовках снимается. А это все-таки вас просто убьют там, вы просто покалечитесь. Поэтому я хочу предостретить всех юристов, которые думают, что они в душе актеры, и они приколисты, хорошие ребята в коллективе и рассказывают смешные анекдоты. Актерство – это серьезная профессия, я настаиваю на это. Если вы решили этим заниматься, тогда занимайтесь. А если нет, тогда берегите здоровье, пожалуйста, и учитесь на юриста. В хирургии, кстати, тоже. Почему в хирурги не хотят юристы? Если там будет операция, пригласите меня чуть-чуть там. За дело, за живое. Ничего вечного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok